Если вы думаете, что корейцы совсем сошли с ума, делая мобильные версии всех ранее выпущенных ММО, то вы черт возьми правы. Гестар все ближе и давайте пройдемся немножечко так по тем играм, которые компании туда повезут. Начнем мы с компании Netmarble. И ребят, не стесняйтесь ставить лайки, если вам все-таки интересны наши видео о новых ММО играх и вы хотите, чтобы они выходили почаще. На G-Star Netmarble привезут сразу 4 мобильных проекта. Прежде всего это, конечно же, вторая часть Seven Nights. Если вы о ней не слышали о первой части, оно и неудивительно. Это была обычная мобильная игрушка про толпу героев с незамысловатым геймплеем, главным смыслом которой было выкачивать деньги из доверчивых игроков. В мобильных магазинах, что в App Store, что в Google Play таких игр миллионы. Почему именно это решило обзавестись таким вот крутым продолжением, я не знаю. В общем, вторую часть Netmarble решили превратить в настоящую МО-РПГ. Никакой толпы героев не будет, однако персонажи из первой части как раз-таки появятся и будут играбельными. Именно трейлерами этих персонажей нас сейчас и радуют разработчики. Разрабатывается Seven Nights на движке Unreal Engine 4, а события игры проходят спустя 30 лет после событий оригинальной версии. Если вам это важно. Вторая игра, которую привезут Netmarble, это Icarus M. Да, даже Icarus обзавелся мобильной версией. Вновь Unreal Engine 4 и на самом деле очень-очень достойная картинка. В ряду основных фишек у нас заявлены летающие рейды в режиме Real Time. Это для мобилок очень важно. Специальные области для битв с боссами. Возможность приручать большое количество разнообразных существ. Экшн-боевка. Эвентовые гонки. Ну и много-много другого. На самом деле и выглядит здорово. То есть полноценная такая MoRPG. Третий проект. Это мобильная версия Теры. Про нее известно немногим больше, чем о предыдущих двух играх. Хотя мы уже знаем доступные классы. Нет. Конечно такого многообразия как в ПК версии не будет. Но любители Теры смогут поиграть. За приста Расселин. Человеческую девушку Браулера. Бараку Лансера. Высшую эльфийку Лучницу. Человеческого мужчину Слейера. И Алхимика Попори. Алхимик станет уникальным классом для мобильной версии Теры. В дальнейшем разработчики не исключают возможности появления и других классов. В целом же игра во многом будет схожа со своей ПК версией. Как по визуальному исполнению, так и по контенту. По обещаниям самих разработчиков. Четвертый проект. Это мобильная версия Blade & Soul под названием Blade & Soul Revolution. Вновь Unreal Engine 4 и отличная картинка. Не скажу вам, что демонстрируется мобильная версия игры. Я думаю, вы бы без труда спутали ее с оригинальной ПК. Судя по трейлерам, в мобильной версии у нас будет привычная механика фракционной войны. Полеты. Интересная ПВЕ с боссами и мобами. Совершенно новая история. Сюжетец подъедет новенький. Ну и конечно ПВП. Вообще Blade & Soul как раз таки славилась своим киберспортивным уклоном. И развитой турнирной системой. Очень интересно, как разработчики обыграют эту фишку в мобильной версии. Ребят, к сожалению, пока у нас есть возможность наслаждаться лишь игровыми трейлерами. Геймплей подъедет, как вы понимаете, только после выставки G-Star. Ну мы конечно же постараемся поделиться этой информацией в роликах подобного формата. Ну а вы, надеюсь, нас поддержите. Также я надеюсь, что вам было не безинтересно. Не забывайте подписываться и следить за новостями на сайте goha.ru. Всем пока!